Меня зовут Сафонов Лука, я занимаюсь практически информационной безопасностью, наверное, там чуть более 15 лет. Достаточно много всего за свою жизнь наломал, есть ЦВЕ подтвержденные, разного рода благодатности от вендоров, из достаточно много известных продуктов, известных компаний, вендоров, которые вкладывают достаточно много сил, денег и участия своего в кибербезопасности, но тем не менее люди моей профессии, пентестеры, тестировщики на проникновение, они продолжают находить уязвимости и так далее. Ну и что хуже, эти уязвимости и методы проникновения в компании находят, соответственно, и злоумышленники, мы это видим практически через день в новостях, что та или иная группировка зашифровала какие-то данные, либо получила доступ к каким-то данным и теперь вымогает за это деньги. Вот, собственно, чтобы это не проходило, компаниям необходимо, помимо того, что укреплять свой периметр, используя средства защиты информации, необходимо, как гласит старая поговорка «хочешь мира, готовься к войне», соответственно, проводить некие киберучения, которые позволят им противостоять современным актуальным угрозам. В конце, ближе к концу этой презентации я вам даже покажу пример этих киберучений с вами в качестве подопытных, не обижайте за это слово. Какие они бывают? Бывают киберучения штабные, на самом деле, на мой взгляд, это вообще самые-самые отстойные киберучения, которые только можно придумать. Это когда собираются, ну, обычно из правительства такое показывают там, в таком-то министерстве прошли стабные киберучения, они собирают там министров, замминистров, технических специалистов, раздают карточки, на которых написано там, условно, атака внешнего периметра. И вот у вас есть набор карточек, там, ВАВ, отключение внешнего периметра, еще что-то там, вызов пати Вэна и так далее. И вы вот апеллируете этими карточками. Ну, отношение к практике, грубо говоря, если сравнивать с практикой, да, это если вы, например, в онлайн-игре умеете там сражаться с драконами и там захватывать замки, то это не значит, что если вас закинуть там, условно, в 14-15 век, дать вам меч, лук и там булаву какую-то, что вы сможете захватить замок или там пуще прежнего найти какого-то дракона, да, соответственно, его там атаковать, отрубить им в голову и так далее. Поэтому, ну, на самом деле это может быть как первый шаг, по которому потом будут развиваться киберучения, скажем так, практические, которые делятся тоже на несколько, соответственно, подвидов. Red Team, это, наверное, классика киберучения, которая есть. В основном компании нанимают внешних каких-то, ну, либо консалдинговые компании, которые занимаются инфобезом. Ну, у нас в стране в силу специфики в этой роли чаще выступают интеграторы какие-то, которые около ИБ находятся. И выглядит это на самом деле как тестирование средств защиты информации. Ну, то есть, условно, приходит заказчик и говорит, я купил новый WAV, мне надо его проверить, его работоспособность, проверить его отказоустойчивость и так далее. Ну, собираются там парни, условно, грузят его какими-то пейлодами, там, начиная с гет-запросов и заканчивая даже каким-то нагрузочным тестированием на него. Ну, и, соответственно, это все как-то фиксируется в журналах, проверяется, потом это вступает, соответственно, в реальную жизнь. Потому что те, кто настраивается за ИИ, у них практически все тесты, если проводятся без хакеров, пентестеров, они все достаточно синтетические, они не могут, скажем так, спровоцировать атаку на свой сервис. Если это не банк, не какой-то там, не какой-то там значимый сервис, то это достаточно сложно. Но, на самом деле, если брать западный подход и такой более серьезный подход, Red Team – это, скажем так, непрерывная атака той или иной организации, которая позволяет им мобилизовать все силы, как безопасников, так и IT-специалистов, так же и разработчиков, так же и, ну, в принципе, всех людей, которые задействованы в бизнес-процессах этой компании. Ну, вот, примеры, скажем так, Red Team киберучений, которые мы проводили, это, например, топливный энергетический сектор. Мы написали специальное программное обеспечение, которое через закрытый периметр сотрудники занесли на сегмент СУТП. Это программное обеспечение мы смогли, собственно, там, подсунуть под видом офлайнного обновления антивирусов. После того, как мы собрали информацию, соответственно, написали несколько эксплойтов под эту систему и вывели ее из строя. И, соответственно, какие там плюсы-минусы, условно, там у вас есть какой-то объект, орет сигнализация, орет сирена, сидят операторы, инженеры, они не знают, что делать. Но вот что-то происходит, что, то, что не описано в их инструкциях. То есть там идут достаточно разнообразные данные, ну, аномалии происходят в системе, они не знают, что делать. Ну, они дошли до того, что они взяли потом систему эту перезагрузили и загрузились, соответственно, там, с лайф какой-то USB или CD для того, чтобы проанализировать, что произошло. Ну, собственно, они этим ничего не добились, потому что заражение было, их станции, бесфайловое, и, соответственно, они ничего не смогли из этого извлечь. Но вот по итогам вот этих всех, соответственно, мероприятий была расписана маршрутная карта политики ИБ, которые позволили им, ну, надеюсь, позволяют достаточно хорошо защищаться. Вот. На самом деле это со стороны атакующих вообще все как-то грустно выглядит. Ну, вот, например, да, что на экране, там, поддельно получили доступ к машине и установка бэкдора на машину через араби-модуль, модуль мета-СВЦ, который входит в метасплоид. Никаких здесь, собственно, каких-то киношных там спецэффектов этого нет. Это присутствует в нашей работе, но, по большей части, 90% мы занимаемся вот глядением в консоль так же, как и большинство из вас, как разработчиков. Из, скажем так, ну, запоминающихся моментов, которые были вот в моей практике, мы, например, у одного заказчика обошли систему управления контролем доступа, смогли проникнуть физически на объекты и физически вынесли компьютер главного инженера за периметр заказчика. Вот. Ну, в основном это все достаточно грустно и примитивно. Вот. Что касается защитников, да, которые обороняются, мы постоянно там видим тоже в новостях какие-то вот такие супер, там, цоды, дата-центры, они смотрят в мониторы, что-то там, какие-то графики, все это течет, меняется, какая-то там идет атака. Я вот буквально все выходные эти наблюдал за сообщениями о том, как атакуют наши выборы. Достаточно смешно было читать о разделении этих атак, о том, как многие люди заявляли, что вот они там, мы зафиксировали атаку, мы уже практически вычислили злоумышленников. Один из правозащитников даже указал, что там какие-то деятели нашлись, которых... Ну, вернее, он нашел, которые это делают. Я его напрямую спросил, но он мне почему-то не ответил, не знаю почему. Ну, нашли мы сами там несколько групп школьников, которые вот, ну, не знаю, может быть, это такая какая-то... Действительно сейчас идет деградация населения, поколения, потому что они... Их доста так и заключалась в использовании ПИНК-Минус-Т. Ну, это вообще какой-то бред, вот как по мне. Ну, и на самом деле реальные злоумышленники, они никогда такими топорными методами действовать не будут. Что касается вот этих вот всех картинок веселых, да, графиков, на самом деле в жизни тоже это выглядит немного по-другому. Если мы начинаем атаку на какую-то инфраструктуру, то мы, опять же, всю вот эту систему с предыдущего слайда, вот это пример запросов из красивой такой утилитки, Локстальгия называется, которая обрабатывает запросы, и которая будет им... Система мониторинга, СИЭМ-система просто завалит таким мусором, таким хламом, в котором потонет реальный вектор атаки. Это раз. Во-вторых, очень большой минус тех, кто защищает свои системы, в том, что они как бы зашорены смотрят, как вот раньше на лошадей вешали специальную такую сбрую, которая им позволяла смотреть только вперед. Соответственно, защитники системы мониторинга, они зачастую смотрят только туда, где стоят их сенсоры, где стоят их агенты, которые анализируют те или иные журналы и так далее. Поэтому, условно, если мы занимаемся там с защитниками, мы им говорим, вот даем вам инфраструктуру, ставьте там, что хотите, любые защитные средства, дальше мы обычно запускаем автоматизированный сценарий атак, решение класса Bridge Attack Simulation, то есть несколько сценариев есть, которые рандомно выполняются и которые позволяют им проверить, во-первых, настройки правильные или неправильные, все ли они видят из того, что есть, из того, что в инфраструктуре существует, и, соответственно, дает им возможность подготовиться к реальной атаке. После того, соответственно, мы после этого начинаем реальную атаку, причем, опять же-таки, возможности понимания защитника того, что идет реальная атака или это как бы ее предтеча, это тоже довольно-таки сильный, ну, фактор ограждающий, фактор усталости и так далее. Ну, например, если там в веб-приложении в URI вставить кавычку, это еще не эксплуатация SQL-инъекции, это так называемая SQL-проб, просто проверка возможности ответа веб-сервера и проверка того, что там прилетает. Если там уже идет конструкция, там, Order-Buy или там Select-Union, ну, какая-то там конструкция, которая позволяет выполнить SQL-запрос, то, скорее всего, эта уязвимость есть, и она раскручена. Но, опять же, если грамотный безопасник, который следит за своей инфраструктурой, знает, что он защищает, вот, он может знать, что, например, используемый там фреймворк, либо какие-то вещи, да, не позволяют проведение SQL-инъекции в этом параметре. Например, очень часто сканеры безопасности, даже там мастистые, они фолсят на JavaScript с параметрами и даже на CSS-файлах, на файлах каскадных стилей, то есть он может найти уязвимость, там, CSS, что-то там ID равно, и дальше туда начать пихать Select и так далее. Вот после этого получится только вот такая картина, куча мусора, которая на самом деле к реальной атаке не имеет никакого отношения. Вот, а в это время, пока фронт засыпают мусором, злоумышленники могут попытаться найти незащищенные сервисы на том же периметре и, соответственно, успешно их атаковать, пока, условно, безопасники разгребают всякую ерунду. Бывают киберучения еще Red, West, Blue, они, скажем так, проходят в достаточно крупных компаниях, проводятся достаточно редко, потому что, опять же таки, это деньги, бизнесу нельзя простаивать, нельзя множество специалистов отвлечь, условно, от работы для проведения каких-то тренировок, учений и так далее. Ну, это можно, наверное, назвать с какими-то выездными мероприятиями, когда там бывших военных призывают, они что-то проверяют. Вот такие киберучения, скажем так, они наиболее полные, потому что они позволяют, особенно если позволяет штат и безопасников иметь, и пентестеров, условно, там, или каких-то тестировщиков в штате, они позволяют делать ротацию. Например, сначала атакеры в реальном виде атакуют инфраструктуру, защитники защищаются, потом они меняются местами, и для того, чтобы больше понять, во-первых, тем, как происходит защита, и митигация, скажем так, выявление атак, а с другой стороны понять, как происходит, соответственно, нападение. И самое, наверное, такое распространенное киберучение, это security awareness. Может быть, кто-то из вас принимал участие, может быть, вас тестировали там фишинговыми рассылками, есть такие? Есть, да? Ну, вот по вашему, скажем так, выводам, можно сказать, они эффективные? Ну, вот я сейчас покажу пример на примере у вас всех, скажем так, того, что, чему в основном учат на этих awareness решениях, и как действуют реальные злоумышленники. Первая, самая большая просьба, которую просят обычно заказчики, при этом и пинтестах, и учениях, социалке и так далее, они говорят, не трогайте топов, вот их нельзя. Ну, с одной стороны, их можно понять, но с другой стороны, есть такая хорошая поговорка, чем выше топ, тем короче его пароль. Потому что они обычно не подпадают ни под security policy, им там все можно. Сталкиваемся буквально с этим, ну, практически каждый там, каждый день у нас, например, в работе есть один из банков, с достаточно хорошо защищенной инфраструктурой, и буквально вот на прошлой неделе мы нашли несколько правил корпоративного прокси, настроенных на топов, чтобы они ходили в обход средств защиты. Зачем это сделано? Ну, вопрос хороший. Может быть, они черный ход, чтобы там, если что-то свалить с деньгами, ну, не знаю, зачем это сделано, собственно. Вот, что касается рассылок социальных, они обычно ведут на какую-то посадочную страницу, и требуют от пользователей каких-то либо еже, ну, скорейших каких-то действий, там, срочно смените пароль, срочно что-то сделаете, произведите какие-то действия, вот, либо это может касаться, например, каких-то там, ну, если там продвинутая социалка такая, в кавычках, да, например, можно прислать там рассылку, которая будет связана с, там, квартальной премией, которая, скорее всего, большинство кликнет и будет использовать, ну, постарается, как-то получить эти данные, да, чтобы как-то использовать, может, для каких-то внутренних обсуждений, для повышения, там, своей зарплаты и так далее. Ну, то есть, то, что обычные вещи, да, такие, на которых можно сыграть на большинстве людей. Опять же, что еще может быть? Может быть, инциденты дорожного яблока, это когда там условно разбрасываются флешки, ну, сейчас, на самом деле, при текущей дешевизне этих устройств это достаточно просто, это достаточно дешево, и на флешки мало кто обращает внимания, плюс-минус люди уже привыкли, что если что-то они находят в пределах там компании, то отнести эту неизвестную штуку, устройство, флешку, там, неважно что, отнести ее к сотрудникам службы безопасности, информационной или физической и так далее. Вот, ну, на самом деле, опять же-таки, если бюджет не ограничен, если вы можете использовать все там доступные методы, у нас, опять же-таки, из практики, могу сказать, была такая история, когда мы нашли сотрудницу компании, которая увлекалась фотографией. Мы сделали подложный конкурс по фотографии, она его выиграла, и призом в этом конкурсе был ноутбук. Мы его, соответственно, подготовили предварительно, и курьером ей отвезли на работу. Она была такая радостная, ей там, сисадмин его помог настроить, естественно, подцепившись к корпоративной сети. Ну, все, через час мы были уже с докладом о заходе в сеть. Соответственно, злоумышленники, они используют нетривиальные методы, они не используют только один вектор, они используют совокупность этих векторов, и просто так в тупую рассылать на компанию, там, срочно откройте этот файл с непонятной подписью, с непонятно от кого отправленными вещами. Ну, сейчас многие там спам-фильтры это отобьют и так далее. На самом деле, злоумышленники, грамотные злоумышленники, вот эти действия, которые мы исследовали, там, АПТ-группировок, которые сами применяем, ну, не как АПТ-группировка, как легитимные пентестеры, это контекст. Вот, наверняка, многие из вас получали уведомления, спикеры точно получали, что необходимо зарегистрироваться. Это немного видоизмененная картина того, что используется при рассылке компании Антика. Можете посмотреть QR-код, и, к сожалению, у нас формат, ну, оффлайна такого не позволяет, поэтому вот эту ссылочку я переделал в Шорт Урл. Здесь, на самом деле, несколько пасхалок на этой картине. Во-первых, призыв, что необходимо добавить номер вакцинации, ну, чтобы сократить время на входе. Вот, можете зайти, посмотреть. То есть, со стороны злоумышленника, я знаю, что проходит конференция, там достаточно дорогие билеты, ну, как-то хочу попасть, материалы получить, неважно, или там участников как-то получить, соответственно. Я попытаюсь, ну, повлиять на этих участников, а как мне на них повлиять, если я не знаю, что, ничего практически о них. Но я очень много знаю о компании Антика и о том, как она проводит конференции, поэтому едем дальше. Я не стал регистрировать домен фишинговый, ну, как мы видим, достаточно вкусные домены есть, Antica.su, Antica.me, Antica.moscow, ну, условно, там можно было найти какие-нибудь домены, которые 70% из вас, получив письмо с подложного домена или увидев ссылку на подложный домен Antica в другой домене-зоне, перешли бы по ссылке. Это я абсолютно точно уверен. И, соответственно, ну, это если вернуться к предыдущему слайду, вот где была ссылка на клик на URL-шортинг. Что дальше? Соответственно, QR-код ведет вот сюда. Ну, я специально не стал регистрировать домен, видите, вот этот мой сервер арендованный. И знаете, какая ошибка после всех вот этих вот киберучений, которые проводятся, фишинговых атак. Теперь пользователь, если видит наверху зеленый значок замка закрытого, он считает, что этот сайт, сайту можно верить. Ну, вы знаете, да, сколько времени поставить Let's Encrypt сертификат, сколько это все стоит. Вот, условно, вот этот сервер стоит 30 рублей, домен 600 рублей, сертификат бесплатный. Это атака мне, ну, обладая знаниями, обошлась вот в 1000 рублей пока. Билет стоит 52 тысячи. Ну, то есть, тут тоже надо смотреть, что, может быть, дешевле было билет купить, чем вот этой вот всей заниматься ерундой. Что происходит за этой формой, если кто-то зашел? Происходит там следующее. Собираются все запросы, вот, все, что вводится в форму логин, пароль прилетает, айпишники откуда. Простейшая форма, это форма credential harvest, так называемый. Опять же, из своей практики мы находили компанию фишинговую, которая использовала рассылку на корпоративную почту, привязанную к Google почте. Там использовалась, помимо того, что грамотная фишинговая компания, также использовались инструменты типа Модлишко и Вилан Джинкс для обхода двухфакторной авторизации. И более того, на странице, этой посадочной странице, где пользователи там вводили свои логины и пароли, использовались средства, так называемая связка эксплойтов, для того, чтобы, если вдруг даже пользователь что-то не введет, у него устаревшее программное обеспечение, тогда вот флеш был популярный, то пробьет его машина, и в любом случае мы получим туда доступ. То есть вариаций и вариативность атак того, что проходит злоумышленникам, достаточно много. Это еще не все. Вот та ссылка, которая была в левом углу, вот мы видите, здесь приветствую конференцию, соответственно, об уязвимости компании Антик сообщено, так что все хорошо. Здесь пример алерта, соответственно, но самая любимая уязвимость, которую мы используем при такого рода атаке, это Open Redirect, открытое перенаправление, они есть вообще практически везде. Это XSS-уязвимости, которые позволяют, соответственно, эту атаку модифицировать. То есть помимо того, что пользователь получает ссылку, он получает ссылку с доверенного домена, который проходит спам-фильтра, который проходит все там песочницы, потому что домен это домен компании, это даже если пользователь супер дотошный, супер там какой-то продвинутый в ВВ-технологиях, скорее всего, он обфусцированный ПЛО, который придет в Open Redirect, он его не сможет распознать без каких-то дополнительных инструментов. Ну, условно, даже если там в B64 я загоню, ну, глазами, скажем так, ну, единицы людей умеют B64 расшифровывать я вот сам тоже не знал, что такие люди есть, даже есть, оказывается, люди, которые на Хабре, по-моему, статья была, когда он QR-код там как-то с помощью ручки, листа бумаги там расшифровал, ну, это или гений, или безумцы, не знаю, мы вот с обычными людьми работаем. но вот условно у нас есть домен, есть повод, вот эта вся истерия с ковидом, соответственно, есть, ну, то, на что мы воздействуем, потому что люди думают, а вдруг там QR-код или ПЦР, или что, а как попасть, не попасть, а я заплатил деньги или я там выступаю, соответственно, что-то надо с этим делать, вот какая-то картинка, я туда пошел, здесь кликнул, здесь зарегистрировался и так далее. То есть, несколько-несколько векторов, которые, опять же-таки, ничего не зная о вас, дадут атакеру возможность воздействовать на вас. Опять же-таки, если я попаду внутрь, ну, часто, да, вы там ходите, наверное, в рестораны, в кафе, или куда-то там даже на столиках висят, там, заплатите чаевые, там, QR-код. Вот кто-нибудь их проверяет, все тыкают так, что там, куда-то там перешло. Вот у меня есть знакомый, он не жулик, там, никакой не вор, но у него развлечение, так он носит с собой пачку своих QR-кодов, которые ведут там на его разные сервисы, разные там схемы, темы, и он переклеивает QR-коды, вот где видит. И, ну, на самом деле, смешно, да, но мы просто настолько привыкли доверять тому, что, ну, как бы это, нас не обманывают. Чем еще хороши QR-коды? Когда ты заходишь по фишинговой ссылке в браузере, ты удивляешься, почему нет автоподстановки, ну, условно, там, многие вспоминают пароль в браузере, а когда тебе прилетает на мобилу, ну, не у всех браузеры синхронизированы, некоторых разные, да, они там начинают вспоминать, начинают что-то, соответственно, делать, и уже, соответственно, можно на них как-то воздействовать. Ну, про, говорить, собственно, там, про эксплуатацию каких-то устройств, там, и так далее, это уже, там, за рамки, скажем так, доклада выйдет, но на самом деле, если бы была возможность, вот я сюда пришел, я увидел просто, ну, скажем так, супер классный вектор для атаки вообще, ну, большинство участников конференции. У нас IT-конференция достаточно продвинутая, там, и докладчиков, и по количеству участников, но площадка и местопроведения почему-то не предполагают точку доступа для гостей. Вот, пройти по залам, даже сделать наклейки, Wi-Fi для участников конференции, логин, пароль, логиньтесь, и все, я начинаю снифать ваши данные. Большинство людей это сделает, ну, потому что он быстрее, чем мобильный интернет, потому что, ну, у кого-то, может быть, до сих пор, там, ограниченный трафик, разные вещи. Но, опять же, могу сказать, что очень большой пробив по участникам внутри уже был бы. То есть, может быть, мне стоило подъехать сюда на машине, поднять достаточно хорошую точку доступа и, соответственно, половить рыбку вот еще и в этой воде. И люди, как правило, об этом не задумываются. Вот, опять же, такой пример детский, такая детский вопросник, не вопросник. Вот мы сейчас говорим о социальной инженерии, о вот этих всех учениях и вручениях. Вы уже там, грубо говоря, думаете об этой теме. Вот есть достаточно простой пример, который я часто использую. Вот попробуйте про себя, ну или хотите, на ком-нибудь попробую, а оставили все про себя, вот хотите, молодой человек на вас. Необходимо четко и желательно сразу отвечать на мои вопросы, односложно, и, соответственно, потом сделаем выводы. Вот это вот какой цвет? Снег обычно какого цвета? Холодильники обычно какого цвета? Что пьют коровы? Ну, вам повезло, но некоторые отвечают молоко по инерции. Я думаю, может быть, тот в уме даже, ну, на самом деле, простой, простейший пример. Люди даже подготовленные, и вот вы тоже там сначала засомневались, то есть не сразу ответили про воду. потому что у вас уже идет инерция мышления. Опять же, ну, сейчас вот век, грубо говоря, удаленки всех этих работ, у нас тоже, мы заказчикам предлагаем, у нас есть, например, большое желание, да, грубо говоря, попасть в корпоративную сеть быстрее. Я говорю, поехали к вашему офис-менеджеру, секретарю, делопроизводителю домой. на подъезде клемма объявления, компьютерный мастер, там, чиним роутеры и глушим ей Wi-Fi. Она выходит гулять с собакой там или что-то, ну, создаем ей проблемы, видит это объявление, а ей уже с работы звонят, надо в Zoom выходить. Ну, скорее всего, она позвонит по этому телефону, наш специалист оперативно к ней выйдет и решит ее проблемой, ну, и наш, соответственно. И за этим, на самом деле, очень мало народу, скажем так, следит и предупреждает. И человек вроде думает, у меня что-то сломалось, у меня сломался роутер, я сама нашла этот телефон, сама все вот это, грубо говоря, вызвала этого мастера, и вроде как, ну, злоумышленники, там, хакеры, пентестеры, они здесь совершенно ни при чем. Но, тем не менее, это все решили уже за нее. для того, чтобы, скажем так, самим потренироваться, что-то поделать, попробовать, не знаю, насколько там будет распространена, это можно фотографировать, здесь ничего такого нету. Потому что мне многие знакомые, я им присылаю какой-то там, ну, прикол или что-то там, типа, вот, выступаю на хайлоуде, он говорит, да иди нахрен, я твои ссылки не открываю. Все, не пиши мне. Особенно, кстати, смешная штука была, когда я нашел в Telegram уязвимость один клик RCE на Mac OSI, есть тоже подтверждение, Telegram Inc, владелец компании. Я достаточно много владельцев MacBook'ов, а среди разработчиков полно, вот через эту один клик, скажем так, ссылку RCE, ну, сломал, назовем это так. Blue Team Labs, это онлайн-лаборатория для тех, кто защищает, GitHub, Google CTF, это CTF от Google, который можно развернуть, соответственно, в Кубере, достаточно такая оптимистичная штука для, ну, и как и развитие в плане комьюнити и в плане поддержки, то есть она там не пропадет, никуда там, с ней ничего не будет. Hack the Box, это классический набор таких, скажем так, CTF отдельных соревнований, но в которых заложен контекст существующих уязвимостей, то есть вот появилась недавно уязвимость в конфлюенсе, в Hack the Box обычно, ну, очень быстро появляются машины с примером этой уязвимости, вы можете там потренироваться, как-то защитить, что-то сделать. Hack Me Cyber Poli это наша бесплатная облачная площадка для тренировки пентестеров, фредтимеров, заходите, там никакой геймификации, ничего нету, никаких регистраций, мы ничего этого не собираем из этого. Соответственно, можете там ломать, крушить, все что угодно. На фронте стоит сайт производственной компании иностранной, ломаете сайт, обходите средства защиты, попадаете внутрь, там технологических сегмент, домен, все что хотите, ну, разрешено, грубо говоря, все, даже там условно там Додоса скорее всего не положите. И инструмент GetGoFish, который достаточно распространен за рубежом, у нас он используется меньше, это если вы захотите своих сотрудников как-то потренировать, что-то с ними там поделать, да, например, вот я сейчас, опять же таки, вот вернемся к этой сиковидной истерии, сейчас опять начались в СМИ муссировать тему, что количество зараженных людей там все больше и больше, можно с помощью этого фреймворка настроить на свою компанию рассылку, что в связи, например, дождаться какого-то, да, информационного сообщения в СМИ о локдауне, либо о каких-то мерах обеспечения безопасности именно заболевания, и после этого через час условно разослать сообщение о какой-то вот этой работе. у нас было несколько проектов перед майскими праздниками, когда Собянин заявил о том, что вот вводятся эти ограничительные меры, и у нас прям, там, по-моему, чуть ли не стопроцентный пробив был по фишингу, потому что условия работы в праздничные дни волновали просто всех, как там, майские праздники будут месяц, или там, или все-таки придется выйти там в офис, и вот, используя, опять же таки, контекст, достаточно хорошо добиваешь успехов, а вот GetGoFish позволяет еще и, соответственно, проверять, что, ну, грубо говоря, там, переход по ссылке, скачивание файлов, вот такие маркеры, потому что, ну, чтобы определить, да, что с сотрудниками делать, потом учить их, не учить, вот, а что касается реальных атак, кстати, когда, есть кейс такой интересный был, когда делали рассылку, фишинговую рассылку по компании, и сделали достаточно такой качественный, что сотрудники сами друг другу пересылали файл, типа там, Вася, у меня не открылся, ну-ка, давай, скинем тебе, у тебя откроется, и они, вот, знаете, как в детском саду, один ребенок заболел, они друг друга сами себя поперезаражали, вот, соответственно, использование контекста и, скажем так, немного нестандартных методов, оно позволит достаточно серьезно, ну и сотрудников натренировать, да, потом к таким атакам, пускай лучше они по каждому вопросу тикет задают и так далее, вот, ну и самое главное, во всех этих обручениях можно тоже, как вот, если брать аварно эти вещи, на самом деле, самое первое упоминание было очень-очень давно, это сказка про мальчика и волков, вот мальчик, это был security operation center, он такой, хакеры, хакеры, все-таки, да, прибежали с вилами, там, с вафами, антивирусами, и, ну там реально, может быть, были, а потом, когда действительно его атаковали, уже никто не прибежал, потому что никто не верил, все это размылось, вот, и здесь, скажем так, ну, предпочтительность киберучений в том, что их необходимо использовать через какие-то промежутки времени, потому что, опять же, если мы научим пользователей чему-то одному, то будет, как в притче про обезьян, когда одну сначала подселили, не давали ей банан сорвать, а потом, когда, ну, знаете, да, всю эту историю, соответственно, так же и пользователь придет, новичок, там, скажет, вот это там, по этим ссылкам не ходить, домен там проверяется так, то все, а его там через QR-код взломают, ну, про QR-код же ничего не говорили, откуда я знаю, ну, соответственно, таким образом сломают, вот, ссылки запоминайте, если будут, соответственно, какие-то вопросы, то я их жду, раз, раз, Лука, спасибо, быстренько, вопросов нету, быстренько напорву краткие правила, за лучший вопрос мы имеем небольшой подарок, поэтому, Лука, обрати внимание, какой тебе вопрос понравится больше, скажешь мне, и точно так же могут вопросы задавать люди из онлайна, у вас там есть волшебная кнопочка, выйти в эфир, не стесняйтесь, иметь нужно только микрофон, камеру, в общем-то, и вопрос, все, прошу, Здравствуйте, вы говорили, вот, в частности, про поднятие, там, той точки доступа, для, там, условно, участника конференции, но я так понимаю, это в целом про, некий публичный Wi-Fi, я не очень понимаю, у нас сейчас практически все сайты, как раз через, там, HTTPS, попутно все, там, на работу ходят, там, через VPN, в чем, собственно, состоит, угроза для тех, кто подключился, ну, к подобному Wi-Fi раздатчику. Ну, опять же, я прекрасно знаю, что такое HSTS, HSTS, соответственно, вот, есть вариации, есть, скажем так, моменты, которые позволяют делать SL-strip, есть варианты, был, по крайней мере, еще год назад, вариант подсунуть сертификат под iOS-устройство, и пользователи, просто на автомате привыкли, но все окей жать, и они, недоверенный сертификат, принимают, соответственно, в Securing Cloud, и дальше я могу расшифровать весь трафик айфона, плюс я могу зароутить, если я работаю на точку, я могу зароутить, у вас трафик, запросы к гуглу, отправить не к гуглу, плюс никто, опять же, таки, вот, как уязвимости на антика, не дает думать о том, что их нет, например, в свое время, мы, когда участвовали достаточно плотно в баг-баунч программах, мы на Яндексе нашли сервис, который принимал, отдавал аустокен, который у них насквозь, там, везде, и в такси, вот, если, знаете, если зайдете в Яндекс, то у вас единая экосистема под единым логином, паролем, как в многих сервисах, так вот, мы нашли место, где этот аустокен ходил по АШТТП, вот, достаточно вас туда закинуть, и я ваш аустокен забрал, это вот, ну, минимальные варианты, потом, на самом деле, вариантов атак, которые есть, когда вы находитесь с устройством в, ну, в одной сети, и вы еще являетесь и шлюзом, и ДНС, и всем в этой сети, их, скажем так, количество кратно возрастает, но ничего мне не мешает всех редиректить на свой сайт Антика, и собирать ваши логины и пароли, ну, я угадаю, как вас зовут, Григорий. Есть середина, вот вопрос. Спасибо за рассказ, вот, всегда хотел спросить, поэтому воспользуюсь случаем, вот, а так как, когда мы ставим свою точку доступа, все к ней подключаются, а дальше что, сайт это все, а что ТПС, вот, а что такого инвивайл делает точка доступа своя, что может сейчас нанести какой-то вред? Ну, во-первых, например, я сейчас знаю, есть в публичном доступе эксплойт, удаленный эксплойт для андроид-телефонов до девятой версии андроида. Я думаю, у большинства там, кто пользуется андроидами, скажем так, не все сидят на одиннадцатой, десятой ветке, то есть как минимум я могу их пробить так, про сертификат для Apple я сказал, про перенаправление тоже. И опять же таки, ничего не мешает, мне даже там, собирая статистику по каким-то этим устройствам, тоже их в дальнейшем используют для каких-то там векторов атак. К примеру, мне нужно провести хорошую массированную атаку на те или иные устройства. Я знаю, что большинство из докладчиков им присылали приглашения или бы их заселяли там организаторы в гостиницу Москва, где внутри гостиничный Wi-Fi, соответственно, привязываются к номеру телефона, к МАК-адресу. Я сейчас собираю ваши МАК-адреса, еду в гостиницу и цепляю свои тысячи устройств, ну, тысячу, там, несколько десятков устройств и дальше там регистрирую домены, что Путин ест детей, провожу доз-атаки и разного всяких других приключений. Гостиничный персонал вызывает там айтишников, ФБшников, они такие так, так это же вот, Вася, Петя и так далее с конференцией Hydloat Lab, вот они, соответственно, делали все эти гадости, как минимум. И вариаций такого достаточно много. Опять же говорю, я там не торгую данными в Даркнете, что-то не использую, хорошо привязанный к личностям, который позволит, например, мне сделать хорошего цифрового двойника от лежаного, там, соцсетями и так далее, он будет достаточно дорого стоить на Даркмаркете, скажем так, для того, чтобы проводить более глубокие атаки. Мы, например, если кто-то занимался парсингом Фейсбука, веб-скраппингом и так далее, они знают, что два или три года API не работает у них, они очень быстро банят аккаунты и, скажем так, база Фейсбука нужна очень многим, от интернет-маркетологов до злоумышленников. И вот, насколько мне известно, за нее сейчас предлагают достаточно большие деньги. Вот, чтобы ее собрать, например, даже там веб-скраппингом, очень медленным, очень тормозным, нужны доверенные аккаунты, не менее тысячи друзей, чтобы у них висело, аккаунты не менее трех лет и там достаточно много факторов. И свежих аккаунтов я не на регу, их тут же забанят, а вот использовать такие аккаунты, вот ваши, например, я смогу уже что-то, соответственно, делать. На Фейсбуке, кстати, у меня есть уязвимость, которая не принимает Open Redirect, вы получаете ссылку, вколбашиваете туда свой логин, пароль, спасибо, я занимаюсь веб-скраппингом Фейсбука. Ну, вариаций очень много, на самом деле, это и у меня еще не такая испорченная фантазия, как там, много будет у некоторых, там вплоть до шантажа, до каких-то таких вещей может дойти. Вот там вопросы. Спасибо за доклад, интересно было. Вы рассказали про средства атаки, где-то можно потренироваться, а про средства защиты можете или какие-то меры средства защиты рассказать? Просто так вкратце. От социалки? Ну, вообще, да. Вот смотрите, самые лучшие меры защиты от социотехнических и фишинговых атак, это не знать свои пароли. Вот банально, если я попаду на афишинговую страницу и никогда не запоминал пароли, никакого не знаю и использую аппаратные средства, ну, не буду рекламировать, но, как пример, назову, например, UbiKey. У вас есть двухфакторное приложение, которое не смс ни в коем разе, это и в прошлый век, двухфакторное приложение какое-то, либо список кодов распечатанных, у вас есть железный кейф, UbiKey, например, и какое-то хранилище паролей, браузер или там, кипас, один паспорт и там, ну, куча сервисов. То есть, связка того, что вы знаете какой-то пароль, ну, она очень быстро может быть, умышленный комучей. А даже знание того, что у вас ключи есть еще и два ИФА и вот это все совместить для того, чтобы прошла эта атака, ну, это очень сложно на самом деле и под силу, ну, очень ограниченном количестве людей на этой планете. Поэтому, грубо говоря, для практически любых компьютеров и телефонов, даже для айфонов есть с лайтинг-выходом, есть эти устройства железные, которые позволяют, ну, вот эти, как минимум вот это вот нивелировать. Плюс, если мы говорим о защите трафика, но вот VPN-VPN, да, упоминали, корпоративный VPN, либо свой собственный VPN, за которым вы следите, он поможет. Если это будет какой-то другой VPN, ну, не факт, что он там как-то не раздаст информацию у вас, либо сам факт коннекта к такому VPN даст, ну, вас пометить, скажем так, в наших там сетях, как, ну, потенциального злоумышленника, какого-то злодея. Можно еще короткий вопрос. Может быть, есть какое-то, какие-то средства наподобие, ну, грубо говоря, AD-блок, который от рекламы спасает, да, может быть, что-нибудь можно установить, чтобы можно было там от рекламы? Ну, не, не от рекламы, а от каких-то вот от фишинга. Там денег в Бухоно больше, чем в оборонной промышленности. и от подобных каких-то атак таких от вирусов, ну, не антивирусы, понятно, там на телефон. Ну, скажем так, панацеи, достаточно сложно, там было мало там уязвимости, скажем, ну, потому что их не искали, невыгодно. Сейчас там их полно, и Linux также условно ломаются, если не быстрее, чем Windows машины. Что касается там устройств, ну, опять же, тут вопрос доверия вендору. Если вы доверяете ему, все это приходит, то вас как бы сломать достаточно, ну, сложно будет. Плюс, опять же-таки, ваши настройки персональные. Я знаю, очень много случаев меня спрашивают, как вы находите на гитхабе ключи разработчиков, всякие пароли и логины. Знаете, как это происходит? Разработчик сидит под VPN-ом, из дома работает. У него VPN мигнул, и его код улетел не в репозиторию на работе, а в публичной репозитории, там, на гитхабе и так далее. Просто из-за того, что он не настроил правила, что если мигнул VPN, рубить сетевые интерфейсы. Потому что я уверен, что у меня VPN погас, и у меня сетевой интерфейс выключится. Никакой трафик у меня больше никуда не пойдет, пока я, ну, не решу проблему с VPN-ом. И, соответственно, таких вот вариаций достаточно много. И, ну, цифровую гигиену соблюдать. Но, скажу, как бы, скажем так, не напугать. Если за вас захотят взяться, всерьез, то компьютер, скорее всего, это будет последнее, что применит для воздействия на вас. Нет, ну, как бы, шпионские вот эти все игры и так далее, они там с 17-го, 16-го века от, ну, любовника или любовница в зависимости, мальчик-девочка или как там, соответственно, шантаж и другие, подкуп. Да чем, если вам дать денег, вы дадите доступ к чтению? Да мне дешевле вы, чем нанимать каких-то хакеров, там, условно. Опять же, у нас пример был из практики, когда коммерческий директор заказчика положил ноутбук в свою машину, я заказчику сфотографировал его машину, ноутбук, и я говорю, засчитывайте нам, мы бьем сейчас стекло, и я знаю, что у меня битлокер не стоял на машине, я говорю, мы бьем сейчас стекло, забираем ноут. Он говорит, ну стекло бить не надо, считаем, что вы мою машину забрали. Все, он открыл ноут, мы все, что надо, тут забрали. Ну, гопника нанять за 200 баксов, украсть ноут из машины, либо нанять там профессионалов, гораздо, гораздо проще, ну, и проще, и дешевле пути используют, до того, как дойдут уже до каких-то супертехнологичных. У нас есть время еще на один вопрос. Да, здравствуйте, спасибо за доклад. У меня вопрос, была ли какая-то атака, ну, которая была направлена именно против это персонально вас, и, как бы, если какие-то были успешные, то какая, а если, ну, каких-то успешных не было, то какая была самая незначительная и интересная. По поводу атак, я могу сказать, что я периодически сам за деньги заказываю на себя атаки. И как получается? Ну, заказать? Что-то вытащить. Заказать получается, но, по крайней мере, мне еще ни одного случая, когда меня успешно атаковали, не было. Но были очень близкие случаи, когда реально, я вот, если бы я не знал, что это атака, даже я бы, скорее всего, повелся. У меня есть пару статей на Хабре, называется фишинг корпоративной среде и фишинг, не помню, как называется уже. В общем, и там примеры как раз-таки фишинговых писем, которые вот, так или иначе там ведут к тем или иным атакам. Вот, но достаточно, достаточно изощренные, я говорю, методов очень много. Спасибо, понял. Спасибо. 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 Продолжение следует...